Вообще, с чего я начинал, это я продавал мороженое, что можно легко масштабировать. Сидишь с друзьями, они там про бухло, про девушек разговаривают, а мне хочется про бизнес. Вот вы купили обучение, сделают все, чтобы вы заработали деньги. Топовый сервис, это у Акселератора. Я думаю, ни для кого не секрет, что в соцсетях можно хорошо зарабатывать. Но знаете ли вы, что можно зарабатывать, обучая других людей зарабатывать в соцсетях? Звучит парадоксально, но работает. Сегодня в нашей студии Лукбек Пулатов. Молодой онлайн-бизнесмен из Ташкента. Свой первый миллион рублей он заработал на онлайн-школе по продвижению и заработку в Телеграм. Ему было всего 17 лет. Сейчас Лукбеку 18. И он заработал уже 6,5 миллионов рублей на онлайн-школе по Телеграму. Как ему это удалось? Смотрим в нашем новом интервью. Привет всем будущим и настоящим владельцам онлайн-школ. Мы сейчас находимся в Сочи. Здесь очень крутая тусовка онлайн-предпринимателей, бизнес-тренеров, ребят, которые очень многого достигли в бизнесе. Здесь проходит ежегодная конференция по онлайн-образованию, которую проводит акселератор онлайн-школ. И сейчас со мной в нашей студии Лукбек Пулатов. У него своя онлайн-школа по продвижению и заработку в Телеграме. Лукбек, в первую очередь хочется спросить, как вообще появилась такая идея, что надо учить людей, как продвигать их самих или их продукцию Телеграм? Два года назад я занимался Телеграм-каналами. Я на чем зарабатывал на Телеграм-каналах? На продаже рекламы. Нужно было искать какие-то еще способы монетизации. Но у меня уже был опыт. Я стабильно, ежемесячно зарабатывал определенную сумму на Телеграм-каналах. И появилась идея, почему бы не обучать людей. Я решил так, в тестовом режиме, я еще как раз-таки в то время недавно прочитал книгу про запуск. И решил, собственно, не в лоб продавать это обучение, сделать серию постов в качестве запуска. И я заработал тогда первые 70 тысяч рублей в месяц, столько денег на Телеграм-каналах. Это было для меня чем-то нереальным. Я зарабатывал 30 тысяч, ну, максимум 40 тысяч на рекламе. И тут я за такой короткий период начал зарабатывать так. И понял то, что на это нужно опираться. И все это потом возросло в полноценную онлайн-школу. Эй, ты смотришь это видео и тоже думаешь, как бы тебе стать продюсером или экспертом онлайн-школы? Надо лишь сделать один шаг. Проходи по ссылке в описании к этому видео и регистрируйся на бесплатный вебинар. Как открыть свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта? Сейчас, мне кажется, Лукбек один из самых молодых резидентов Акселературы. Да, я сам тоже пока что не встречал, кто моложе. И тем более, кто делает результат в таком возрасте именно в резидентах Акселературы. Да, и ты начал продавать рекламу в Телеграм когда тебе? Ну, сколько лет? Вообще, с чего я начинал, это я продавал мороженое. Мороженое? Да, это вот то, с чего я начинал. Я лил мороженое и вот сидел в бутике мороженого и думал, чем бы заняться. То есть, у меня деньги были. Я зарабатывал чисто продавая мороженое больше, чем мой отец, моя мама. В целом, вся семья сколько зарабатывала? Я зарабатывал тогда больше, чем вся семья. Один я сам. Я понимал то, что да, деньги есть, но свобода нет. Нам давали отдых в месяц два раза, потому что если все офисные сотрудники отдыхают в субботу, воскресенье, а наоборот, все выходят в эти дни и кушают мороженое. У нас было такое мороженое для нашей страны, такое немного премиальное. И приходили люди самодостаточные. И в моем мышлении было так, что если ты много зарабатываешь, ты супер занятой человек, у тебя постоянно звонки. И в моей голове было так. А когда я видел другую картинку, когда человек приезжает на Лексусе со своей семьей, у него есть время поговорить со своей женой, приятно провести время со своей дочкой и так далее, когда я видел эту картинку, я понимал то, что оказывается, можно по-другому. Я начал задавать вопросы таким людям, что, собственно, нужно делать. И каждый раз, в 100% случаев, я получал ответ, нужно делать свой собственный бизнес. Часть отложенных денег я что делал? Я вкладывал в телеграм-каналы. Первое время это было просто в кайф увидеть то, как увеличивается количество подписчиков, как люди мне пишут, что у меня крутой контент на канале. Я начал инвестировать, и вот так вот, собственно, все пошло. Я начал зарабатывать чисто на рекламе денег. Мой первый канал был Gold Coach, называется. Да, это... Вообще, я покупал активно курсы компании Gold Coach. Я был вот прямо фанатом этого, этой компании. И решил, что вот у них есть на сайте крутой контент. Я понимал то, что этого контента нет в телеграме. Значит, это надо сделать. Я решил брать оттуда контент и делать это в телеграме. Основатель нашел этот канал, видел, что там уже есть подписчики, написал мне. Вот. И сказал, что давай это официально вести. Вот. Я это начал делать. И когда пришел период, что он мне должен расплатить, я сказал, давай бартером на наставничество. Сначала он отказался, потому что он сказал, один час моего обучения, консультация, сто тысячи долларов. И мне невыгодно, говорит. Он мне сказал, мне легче заплатить, там, 200-300 долларов, чем вот так вот наставлять. Вот. Но через некоторое время, как только мы пообщались, поняли друг друга, он все-таки согласился. И когда он сделал первый разбор, он сказал, у меня было несколько... У меня было три направления. Маркетинговый агентство, где было пять услуг. Было... Был товарный бизнес, где я продавал силиконовые лифчики, и антизанты. Когда он сделал разбор, он сказал, у тебя три направления. Убираешь эти два, оставляешь телеграмм. Это был самый короткий разбор. Оно длилось пять минут. Четыре минуты говорил я, минуту он. И он сказал, все оставляешь, ой, все убираешь и оставляешь только телеграмм. Послушаешь мой совет, у тебя будет результат, будешь благодарить. Нет, будешь глубоко сожалеть. Все, на этом все закончилось. Я неделю думал, что делать. И все-таки решил поверить ему, потому что он все-таки долларовый миллионер. И сказал, все, делаю как он. И через 10 дней был офигительный результат. Вот сегодня, например, у нас был разбор. Проходит 10 дней, я зарабатываю первые, самые большие деньги в своей жизни. Это 2000 долларов за месяц. Это было на рекламе или это было уже онлайн-школа? Это было на телеграмм-агентстве и на онлайн-школе. А, уже была онлайн-школа. Да, да, да. Именно создать онлайн-школу, это постепенно шло. Я видел, как другие каналы, ну, то есть я видел все телеграмм-каналы, был подписан на практически всех, и видел, кто что делает. Я смотрю, всегда вот какой-то тренд появлялся, да. Все начинают там вдруг продавать какой-то товар, и вдруг я вижу, что владельцы каналов, админы, они их называют, они такой пошел, ну, не тренд, так сказать. Точнее, я увидел, что, ну, там, пару каналов, админы, с которыми я дружил, они начинают это запускать, и на обучение зарабатывают больше, чем на канале. Вот, и я решил тоже повторить, да, и решил, ну, когда я повторил это, я тоже получил хороший результат. У меня было 3000 подписчиков, я вот на 3000 подписчиков сделал 70 тысяч рублей. Ну, больше 10 человек у меня купили. А сколько человек был? Не знаю, я сейчас скажу. Моему, 4000 или 5000 рублей будет. Да, 4000-5000 рублей, вот. Это просто был такой тест, я не стал сразу большие цифры ставить. Вот, сейчас это, конечно же, намного дороже. Сейчас сколько стоит? Ну, сейчас вот у нас от 13 тысяч. Вот. А сколько длится курс? Два месяца. Два месяца, 13 тысяч. И были какие-то результаты у твоих учеников, вот с этого первого потока? Ученики мои начали получать результаты, они создавали каналы, продавали рекламу, кто-то еще на партнерках зарабатывал, кто-то еще как-то. И люди уже начали получать результаты. В то время. Вот сейчас у меня есть ученик, лучший ученик, так сказать. Он заработал 13 тысяч долларов за два месяца. Это человек, который всю жизнь работал инженером, значит, в интернете ничего не понимает, просто по телеграмму он умел что делать? Просто отправлять аудиосообщения и текстовые. Все, он ничего не понимает. Вдруг как-то он попал на мой телеграм-канал, потом решил купить курс. Когда я с ним пообщался, я спросил, ты уволился с работы? Сколько денег заработал? Он говорит, нет, я даже когда обучался, я не стал увольняться, говорит. Почему? Ну, потому что я вообще всем моим ученикам, у кого такой выбор, не советую сразу увольняться. Я советую это параллельно делать. И как только этот проект начнет, ну, я сам так делал вначале, и как только проект начнет приносить столько денег, сколько вы делаете на наемной работе, вот уже постепенно можно увольняться. Запускать онлайн бизнес это волнительно и немного страшно. И мы прекрасно об этом знаем. На этот случай у нас есть бесплатная получасовая консультация с экспертом от акселератора. Вы можете пройти по ссылке в описании к этому видео, зарегистрироваться и получить обратный звонок от нашего эксперта. Давай поговорим по твоему образовательному проекту. Ты же запускал его с нуля в январе 2018 года. Да, да, да. Что было сначала? У меня ничего не было, кроме телеграм-канала, где было 3000 подписчиков. Вот. Никаких там лендингов, никаких, я не знаю, через другие соцсети. Мы не гнали трафик. Я даже не задумывал. У меня даже курса не было. Вот. Я просто решил протестировать и думал, если сейчас нормально пойдет. Я очень много слышал про эту систему БЧЖ, когда делаешь наоборот. Вот. Я решил, ну, зачем сейчас записывать курс, если... Ну, мне надо вообще проверить, это будет у меня лично работать или нет. Вот. Не было ничего, кроме моего канала, где было 3000 подписчиков. Аудитория была бизнесовая в целом. И, можно сказать, холодная. Единственное, они просто заинтересованы в бизнесе. Ну, бизнес-контент их интересует. Вот. И что я сделал? Я начал делать запуск. Вот. Я тогда прочитал книгу про запуск и решил, что я не буду в лоб это продавать. Типа, друзья, у меня есть там курс, покупайте. Нет. Я решил сделать серию постов. Это было... Я три недели утеплял аудиторию. Три недели утеплял, говорил, что это круто, здесь можно заработать деньги. Я показывал скриншоты, как мне деньги капали. Я всячески это все доказал. Люди уже, были готовы. Я еще... Продажи я не начал. Вот. Была легкая такая отсылка к курсу, но уже люди были готовы покупать. Я сказал, нет, не буду покупать. И когда ты говоришь человеку, когда человек сам к тебе подходит и говорит, продай мне, а ты говоришь, нет. Это люди вообще в шоке. Хитрость еще больше. Это люди вообще в шоке. И они прям ждут этого дня. Я говорил то, что вот этого числа я открою продажи. Вот. И все вот прям ждали этого числа. Когда это число пришло, я заработал 70 тысяч рублей за, так сказать, первый поток. Это были самые мои легкие деньги, которые я заработал. В какой форме существовал курс? То есть ты его продавал в Телеграме? Да. У тебя не было вебинара? У меня не было ни вебинара, у меня не было платформы, где я размещал видеоуроки. Я даже вообще не стал заморачиваться. Я сделал так. Есть Телеграм-канал, да? Есть публичный канал, есть закрытый. Я создал закрытый канал, где стал подключать тех, кто оплатил. И там в текстовом варианте скидывал видео, ой, в текстовом варианте скидывал уроки. Такие инструкции, да? Инструкции, да. Такие шаблоны, инструкции. Они прям читали, в конце было домашнее задание, всем нравилось. И как бы все. Вот так это с чего я начинал. Потом это переросло в полноценные видеоуроки, отдельная платформа. В начале этого ничего не было. Я просто канал создал, стал кидать такие инструкции с файлой, и все как бы. Что тебе принес акселератор? То есть 8 месяцев просуществовал твой образовательный проект в таком состоянии, да, зачаточном. Ты скидывал свои материалы в Telegram, там у тебя была закрытая группа. Потом ты решил, что ты понял, что что-то не так, да? Ну вот сколько был оборот примерно в месяц? 70 тысяч? Потом он рост у тебя с каждым месяцем или нет? Ну, первый месяц он оставался таким же. Наступило 14 апреля, когда Telegram заблокировали, собственно говоря. и естественно инвестор тоже эту новость услышал и сказал, что давай приостановим, если его реально заблокируют, то как бы все отмена. И 14 апреля наступило, Telegram заблокировали, все как бы, инвестор пишет отказ. У меня все дела пошли вот так вниз потом. У меня даже в блоге, те, кто мои подписчики читает, он мне там график делал, он такой, так рост, 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 рост. И потом такой спад пошел из-за того, что Telegram заблокировали. Потому что Telegram потерял аудиторию, да, она постепенно начала возобновляться, но это требовало времени. Мой Telegram канал, если там просмотров было 5000, это упало до 2000. Вот. Я, соответственно, терял в два раза, в три раза больше денег. Просто-напросто за то, что Telegram заблокировали. После блокировки рынок изменился, другие технологии начали работать. И, собственно, чем еще мы отличаемся, мы учим технологии запуску. То, что сейчас многие учат, как на рекламе зарабатывать. Это изначально неправильное. Какая правильная? Это может быть какой-то... Так же, как я параллельно начал вовлекаться в онлайн образование, решил, почему бы эту технологию тоже бы здесь не делать. Я решил так. Это можно зарабатывать на партнерках и так далее. Можно еще зарабатывать на своих знаниях. Если ты имеешь какие-то знания, то ты можешь это продавать, во-первых. И, во-вторых, можно продавать какие-то услуги свои, настройка рекламы в Инстаграме, логотип сделать. Если у тебя нет каких-то своих знаний, ты можешь провести эксперта и создать телеграм-канал и там продавать. И телеграм, он очень крутой для запусков. Потому что там нет умной ленты, как, например, в ВК, в Инстаграм. Все ваши посты идут как личные сообщения. Из-за этого вовлеченность и процент людей, кто смотрит и лайкает ваши посты, он намного больше, чем если это был бы Инстаграм. И мы учим людей, как на запусках зарабатывать. У нас есть несколько технологий, как найти продукт. Это наши первые уроки. Они нашли продукт, все. Теперь они что делают? Постепенно упаковывают канал, находят аудиторию, делают запуск и делают большие деньги. Почему ты считаешь, что онлайн-школа лучше, чем оффлайн-бизнес? Потому что легкомасштабируемость. Для меня очень было важно создать то, что можно легкомасштабировать, что круто, что можно работать по всей стране. Просто в рекламе, если ты это делал, Москва, делаешь Россию, все как бы работает. Это дистанционный заработок. Я могу быть везде практически. И бизнес мой будет работать. Это существенный плюс. Это такой пассивный доход получается. То есть, у тебя есть такая воздушная подушка, если ты даже выйдешь из процесса, она все равно будет продавать. Бизнес делать для чего? Для того, чтобы выйти из него и на пассиве вообще зарабатывать. Я на такой уровень еще не дошел. Если вообще полностью, месяц отключусь, он не будет работать. Это уже работа на донлайн-школы еще сильнее, еще больше. И я думаю, это скоро будет. Я себе поставил цель. В прошлом, в 18-м году, я себе поставил цель заработать 1 миллион рублей. Я заработал почти 5. За этот год я поставил, я не знаю, насколько это, возможно, это очень слишком амбициозная цель. Я поставил миллион долларов теперь. Давай еще раз озвучим показатели. Значит, тебе школа принесла всего 6,5 миллионов, да? Да, если вот так в целом взять. Это за период до акселератора, да? И после акселератора? Ну, это, нет, это как только я в акселераторе. Это прям вот за период акселератора. То есть, за эти 8 месяцев последние. Получается, что твоя школа существует полтора года, ну, там, 1,6 месяцев. Половина из них это акселератор, половина это свободная плана. до этого еще. А до этого сколько принесло? Миллион все лишь. Ну, то есть, 8 месяцев миллион и сразу качественные изменения, когда ты пришел в акселератор, вот такое вот, больше чем 8 раз у тебя пошел рост. Когда ты понял, что надо учиться, понял, что ты какого-то потолка достиг, что дальше не растет. Миллион есть, да? Но надо, вот там, не знаю, больше автоматизации добавлять, получать продукт, как-то по-другому любую аудиторию сегментировать. Как ты это понял? Вообще, у меня был такой стеклянный потолок, опять-таки, да, я зарабатывал, зарабатывал, и эта цифра начала вот так застревать. И я не знал, как вот пробить этот потолок. Я понял то, что в основном мне приносит доход именно школа, и я решил, собственно, обучиться этому профессионально. Как у многих сейчас, у кого сейчас школа работает, как, ну, хоть на минимуме, да, у меня была мысль, ну, чему я научусь, там, у меня есть и так школа, что они мне научат, как трафик делать, у меня и так есть, как бы, они научат, как записывать курсы, мне это не надо. И была такая идея, и я вообще их увидел по рекламе на YouTube-канале, да, и это было в феврале прошлого года, то есть через месяц, как только начал школу. Но вначале у меня было очень много здесь убеждений, что это мне не надо. И только, я созрел к августу. Я созрел, я понял то, что вот это реально нужно, но все, у меня не было денег на покупку обучения. Я не стал копить и когда-нибудь в будущем я куплю. Нет, я вот, мне в голову стукнуло, что надо покупать, денег нет, что делать? У меня нет родных, кто может такие деньги дать. Я просто инвестора привлек. Я ему дал долю в проекте, он мне дал деньги на обучение, вот, собственно, так я купил обучение. И деньги инвестора окупились? Через два месяца окупил. Ты пришел в акселератор, ты начал с чего? С вебинара, да, наверное? Да, то, что я узнал на акселераторе, они очень много, Дмитрий и Сергей говорят о том, что ядро онлайна школы это вебинар. Акселератор, в первую очередь, это не про видео уроки, а про окружение. Вот много кто говорит, окружение, окружение. Что такое окружение? Это люди, которые помогают вам, именно вот, именно под ваш, можно изучать информацию, которая когда-нибудь потом пригодится, да, а когда у вас делают именно разбор, прям, по той ситуации, которая прямо сейчас вам необходима, это очень максимально ценно. Аксель мне еще, чем нравится, то, что я такого сервиса нигде не видел, ну, честно, я покупал очень много курсов, я такой, ну, часто покупаю курсы, но такого сервиса я нигде не видел, с точки зрения того, что координаторы звонят, там у меня Аня, она мне звонит, каждый день спрашивает, какие, что, как у вас дела. И под любую проблему она находит мне решение, то есть, у меня было такое, что я поругался с партнером, вот, и тут у меня она звонит, я вот сижу, не знаю, как что делать, как решить, она мне звонит, как дела у вас, какие проблемы, все ли нормально. Я говорю, я поругался с партнером, какие-то у нас вот разногласия идут, вот, и она мне говорит, она мне психолога дает, психологом созваниваемся, и все решается, как бы, потом у меня была проблема с трафиком, она мне это дает контакт, точнее, эксперт по трафику мне звонит, мы начинаем решать проблему, потом у нас были еще какие-то моменты с продуктом, нужно было решить определенные проблемы, это тоже, она вот прям, не знаю, очень, если вы даже, вот вы купили обучение, сделают все, чтобы вы заработали деньги, прям, ну, не получится не сделать результат, потому что, если просто делать, не идти по своей пути, да, вы заплатили за то, чтобы вам показали путь, вот, если вы просто будете тупо делать, вы получите результат, вот прям, во многих курсах, как, они просто дают определенные знания, максимум, что они дают, они какие-то живые трансляции дают еженедельные, и все на этом, никто вас не контролирует, никто не говорит там, вот, никто не звонит вам, не спрашивает, как у вас дела, не пытается решить проблему, такого я еще не видел, вот, из-за этого я считаю то, что самая топовая сервис, это у акселератора, вот, это прям, ну, очень мощно, нас подключают к закрытому клану, и там очень много людей, которые единомышленники, да, они все варятся в теме онлайн образования, с ним очень интересно общаться, вот, я живу в своем городе, как бы, там очень мало людей, кто этим занимается, ты живешь в Ташкенте? Да, в Ташкенте живу, их очень мало, и в целом, кто бизнесом занимается, их очень мало, в целом, если вы так сравниваете, у нас предпринимателей очень мало, не с кем вот так сесть, и по бизнесу поговорить от души, нет такого, сидишь с друзьями, они там про бухло, про девушек разговаривают, а мне хочется про бизнес, как только я бизнесом начал заниматься, у меня друзей стало очень мало, как это вы тоже будете готовы, что друзей сразу станет очень мало, да, да, денег станет очень много, многие начали потом отписываться от меня, что этот, я начал результат получать денежный, когда они это все видят, те, кто относится с черной стороны, сразу отписываются, ну не видят, ну да, зависть, черная зависть, не хотят смотреть, не хотят, да, они вот, им очень завида, только результат получают, вот, ну и как бы, вот так, у меня есть возможность, я сейчас в клубе 6-0, вот, 6-0, это те, кто делает от миллиона рублей, получается, если я миллион делаю, там есть те, кто 10 делает, 20, да, например он, еще один есть Артем, вот, и когда я с ним общаюсь, ну это, нету такого, что, ну ты кто такой, у тебя такие результаты, но с точки зрения взаимовыгоды, ну все работает за счет взаимовыгоды, да, если ты, если человек понимает, что ты ему тоже потенциально можешь помочь, он будет тебе помогать, вот, а если, ну такая ситуация, то люди все равно помогают, потому что акселератор учит вот этому кармическому менеджменту, это очень круто, кому бы я ни не написал, они всегда отзывчивые, всегда помогают, если нужно, мы даже созваниваемся, и это вот номер один, так сказать, вот сообщество, что они дают, это решает проблему, которые у тебя сейчас в данное время есть, мгновенно, можно и с нуля стартовать, потому что акселератор дает знания, которые, которые можно и бесплатно стартовать, есть способы продвижения бесплатные, есть платные, да, с деньгами быстрее, но это не значит, что без денег вообще нельзя стартовать, вот сейчас, кто у нас сейчас выступает, практически все без денег, да, или кто с деньгами, это маленькие деньги, это 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, все, с этого они делают сейчас миллионные онлайн школы, вот, и здесь не нужно много денег, здесь главное вебинар сделать, да, опять-таки, если у тебя будет крутой вебинар, прогони там хотя бы 20-30 своих друзей, из них кто-то уже купит, за эти деньги купишь рекламу, вот, если прям, я не знаю, я как я и говорил, у меня не было денег на покупку курса у акселератора, я привлек инвестора, и он же мне купил обучение, он же мне дал стартовый капитал, вот, а до этого, когда у меня не было инвестора, я на свои деньги все это делал, я для себя решил, что я буду развиваться, вот, у меня фокус сейчас на онлайн образовании, вот, ну, естественно, моя тематика тоже, вот, моя тематика телеграм-каналов, и построение, построение на этом онлайн школы, и тема онлайн образования очень интересует, я вижу в этом, большие перспективы, большие деньги, так сказать, вот, и, как я и сказал, вот свою цель, один миллион долларов, за этот год, я хочу именно на онлайн образовании сделать, а как только пошли деньги, но через некоторое время, их нужно было куда-то тратить, вот это самый интересный момент, куда ты потратил деньги, я этот, я слишком загулялся, как я понял, я начал ходить в клубы, я, это все, но я решил все-таки, это через себя пропустить, да, главное, это пройти через этот этап, не оставаться, как сейчас многие, да, я решил, что, что-то меня к этому тянет, и я решил, это, если, как бросить курить, накурить, так, чтобы уже, да, я решил так же сделать, что-то я один раз пошел в клуб, ну так, что-то начало нравиться, и я понимал, что в сознании, я сейчас начну ходить по клубу, у меня бизнес вообще, как бы, переставить развиваться, и я взял две недели для себя, улетел в Алматы, и там, ну там очень много клубов, там тусовочная обстановка, вообще в целом, вот, и, вот там, кстати, сейчас в тему, да, Игорьич, взял на себя две недели, по максимуму, там все, оторвался, да, это надоело, и сейчас я понимаю, то, что мне сейчас нужно работать, ну что ж, у Локбека нет высшего образования, но это совершенно не мешает ему, у меня среднего нет, у нас дают средний, если ты закончил лицей, вот, а я еще его не закончил, вот, а ты туда поступил? поступил, да, а и на кого ты учишься? сейчас, на компьютерного инженера, по-моему, вот так вот, я даже не помню, я не хожу туда, ну что ж, компьютерный инженер Лукбек не очень часто ходит, на лицей, однако зашибает шесть с половиной миллионов рублей, очень краткие сроки, и вот сейчас там, за этими шторками, идет ежегодная конференция по онлайн-образованию, такси, ледратор онлайн-школа Аксель, и вот там реально настоящая школа предпринимательства, и там учат практическим вещам, там учат, как строить свой бизнес, как автоматизировать процессы, учат, как быть смелым, как не сдаваться после падений, поэтому сейчас мы отпустим Лукбека, пожелаем ему удачи, и отпустим его в эту школу жизни, которую ему дают лидеры рынка онлайн-образования, эксперты по бизнесу, спасибо, Лукбек, спасибо большое, очень радостно пообщаться. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео, оставляйте лайки и комментарии. Мы ждем ваших вопросов про онлайн-образование и онлайн-бизнес. До новых встреч, пока!